Добрый вечер, дорогие друзья! Вот у нас сегодня осенний концерт, как я его называю, именно у нас, потому что я всегда говорю, что я не разделяю всех, кто здесь в зале, на себя, допустим, как выступающего, и на тех, кто слушает в зале. Мы все участвуем в концерте, потому что для меня очень много людей в этом зале, это близкие мне люди, дорогие мне люди, и все для меня, даже незнакомые, опять же, важные люди для меня. Поэтому мы все здесь, наверное, как это было сказано в известной книге Киплинга, мы все одной крови. Ну, что участники, поехали! Можно по земле ходить, не споря, и полечитая километр, Ну, а кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега, хоть и не мечтаю я о звездах, ручку на себя, здравствуй, небо, в небе опираюсь я на воздух, каждый день по жизни, как на фронте, врачами совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Жизнь порой в штабор загоняет, виражи и прочие фигуры, И в приборе шарик мой гуляет, станут лонжероны и нервюры. На петли мне ветер подпевает, небеса с землей перевернутся, Возмущенный поступок в полдаль, главное, мне в горизонт вернуться. Каждый день по жизни, как на фронте, впрочем, совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Пусть доман повиснет на полгода, с лекатой дождь я не тоскую, И летаю даже в непогоду, я ведь авиатор, я рискую. Я подал на свете всю до краю, замкнуты меня те, что на закатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. Каждый день по жизни, как на фронте, впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С песенкой по небу я летаю. Спасибо. Сегодня я какой-то вот, наверное, некоторый акцент хочу сделать на одной теме. Ну, по крайней мере, в первом отделении. Я думаю, некоторые люди меня простят, если я объясню, почему это. Дело в том, что буквально, ну, примерно три недели назад был замечательный юбилей. Было 70 лет армейской авиации. Ну, уже раз аплодируюсь, значит, уже все нормально. Действительно, это самый воюющий род военно-воздушных сил, а все время говорю, все равно ВВС, а не ВКС. И при этом самый молодой. Потому что, ну, истребительная авиация, бомбардировочная, они там идут вот с начала 20-го века, 1912-й, 13-й, вот буквально в декабре будет 105 лет дальняя авиация, и потом военно-транспортная. Вертолетчики уже после Отечественной войны появились, как такие регулярные подразделения, воинские части, в 48-м году. И при этом вот они оказались на острие вот уже где-то вот, даже не в то время, а с 79-го года, понятно, когда в Афганистане начались все эти события. В Москве проходили такие серьезные мероприятия. Они не только были в Москве, а вообще по всей России, и у нас в Белоруссии, и не только, я думаю. Я выступал на торжественном вечере вот в честь этого события здесь, в Культурном центре вооруженных сил. Знаете, я когда посмотрел, вот знаете, порядка 500 человек, которые там присутствовали, кстати, здесь некоторые есть, я их очень рад видеть, и я думаю, про них расскажу какие-то слова. Действующих было где-то, наверное, ну под сотню. Это тоже очень замечательные ребята, я их всех знаю, они там, ну крутые перцы, как говорят. Вот, но вот этих остальные там, 400, допустим, мы их не считали. Это вот самое, наверное, большое впечатление того и вечера, это мужики, которые, ну вот, ну я уже не говорю о том, что это все там в большинстве своем с орденами, там боевыми, причем с большим количеством, и даже дело не в орденах, среди них были, и здесь есть тоже люди, у которых орденов нет, но они натворили таких дел, потому что это просто чесняги такие. Страна у нас, к сожалению, иногда не всегда, неправильно сказала страна, государство, потому что есть понятие государства, есть родина, не всегда оценивает людей, которые сделали для этого государства, ну просто невероятные вещи, и самое главное, остались живые. Потому что те, кто ушли, они всегда получат свой орден, в лучшем случае, или в худшем. Я был очень рад их всех видеть, и для меня была громадная честь, для них петь. И, наверное, сегодня вот все-таки какие-то песни прозвучат именно для вертолетчиков, хотя это, опять же, для всех я всегда говорю, и не устану это повторять, все, что я пишу, все, что бы ни звучало, это посвящено всем авиаторам, всем тем, кто летает, и гораздо вот этому громадному большему количеству тех, кто на земле. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Не даже рубить поживо, столько лет на всех режимах, в небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылою машиной, пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Та, что в небе отыбаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе отыбаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Мы нередко с ней прощались Честным словом возвращались А потом на матушке земле Экипажом водку пили За машиной и за милля Мы на ней как бабка на метле Мы на ней как змей Горыныч Тоже можем землю выжечь Или как ковер на вертолет Только чаще в этой сказке Как усталая совраска Из последних в силу на всех спасет Терпеливо ленку тянет И молотит лопастями днем и ночью В бурю или штиль Та, что в небе, а ты, ба ты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьевич Пиль Та, что в небе, а ты, ба ты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьевич Пиль Ей поклонятся солдаты Те, кто выжил в медсанбатах Нету для них теперь ее родней Их гражданские пилоты За совместную работу Тоже снимут шляп перед ней Восит даже президентов И на разных континентах в небе Словно рыбка в воде Пусть не в меде и не в глянце Уважают иностранцы Знают то, что выручат везде Над полями и лесами Ледяными полюсами Кружат, поднимая снег и пыль Та, что в небе, а ты, ба ты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьевич Пиль Та, что в небе, а ты, ба ты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьевич Пиль Михаил Леонтьевич Пиль Миль Следующая песня, третья песня Она новая Можно сказать, это премьера С ней не все просто Дело в том, что Я на чужие стихи практически ничего не пишу Но те, кто бывает на моих концертах Знают, что у меня, или не только на концертах Следит там за моим творчеством Если так можно сказать Что у меня есть две песни всего Написанные на стихи чужих Не чужих, а других авторов Причем это два человека Которые уже в мире ином Это очень великие люди, я считаю Это Иосиф Александрович Бродский Лауреат Нобелевской премии В области литературы Это Геннадий Шпаликов Драматург, сценарист Его песня «А я и души говорю по Москве» Ну, конечно, все знают Вот И больше я ничего не писал И все это было более 20 лет назад Мне постоянно присылают какие-то стихи Ну, я не хочу сказать Ну, вот какие-то Это как-то прозвучало неуважительно Хорошие стихи Всякие С просьбой написать Или с предложениями Положить это вот на музыку Причем очень многие почему-то пишут А вы потом, ну, скажите, что это ваши стихи Ну Для меня это неприемлемо вообще И вообще к этому очень спокойно отношусь Вот песня, которую я сейчас спою Совершенно неожиданно возникла Автор Он меня не знает И не знает, что я сейчас ее спою Я думаю, мы найдем, наверное, с ним какую-то Общую связь Даст Бог, может быть, когда-то встретимся Его зовут Александр Гутин Он живет в Самаре Я даже Я его не знаю Ну, то есть Такая отдельная история Я потом расскажу Он то в Израиле живет Ну, вроде как самарский Он засветился в свое время в новостях Когда написал один стих Про самарские дороги В предложении к губернатору, не губернатору, по-моему А к мэру Самары Там Мэр подал суд на него Вот Стих оказался совершенно для меня неожиданным Но вот как с теми же предыдущими двумя песнями О которых я говорил Это были те стихи, которые я читал И сразу видел музыку Хотя музыка — это такой фон просто Главные слова, конечно Дождь, четвертые сутки Ворчит старшина Молоко попревратился в болото На дождю все равно Водяная стена Загрустила в траншеях пехота Эх, сынок, что война? Здесь не нужен талант Гранят жизни До смерти так злыбко Нелегко тебе здесь Покури музыкант Где теперь Твои ноты и скрипка? Где теперь Твои ноты И скрипка? Музыканту пошел Двадцать первый годок Дым махорки Как тонкая змейка Три недели на фронте Конечно, не срок Вместо скрипки В руках трех линейка В октябре ветер стал И прозрачней, и злей И земля грязно-рыжего цвета Представлял он порой Маленьких лебедей Белоснежных танцовщиц балета Белоснежных Танцовщиц балета Несмотря на распутницу Слякоти дождь Наслаждаясь Невидимым танцем Он не гашлял в кулак Не испытывал дрожь И в аккуртах Сжимал свои пальцы Громыхнуло Накрыло окопы землей И огнем Цвета алого мака Подымая стрелковую роту На бой Старшина Глухо крикнул В атаку Старшина Глухо крикнул В атаку Облака полыхали И пули как Грот И голова Под ложечкой Купа И стрелял И бежал Музыкант Наугад По размокшей Земле И по трупам Этой жизни Постигнуть И немыслима Суть И в сражении Слепой Хроговерти Музыканта Осколком Ударила в грудь И он рухнул Подкошенный Смертью Дождь все льется И льется И мир весь размок Старшина Закрутил самокрутку Затянулся Вздохнул Эх, ну как же, сынок Музыкант Дождь четвертые сутки И пехота шагала Листвой шуршера Что и дождь Непогода и горы Или дела погибшего Парня душа Далеко К лебединым озерам Далеко К лебеди Озер АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр Бутин Я вообще бы, ну Сегодня этого человека нет здесь Он должен был прийти Не получилось Это Я бы ему хотел еще В том числе спасибо сказать Это Вячеслав Владимирович Верл Он полковник Он мне прислал эти стихи Приходит в WhatsApp Такое сообщение Ну Стих Причем мы с ним редко Очень общаемся И такая приписка По-моему может получиться Неплохая песня Я вот читаю И вот как я уже говорил Я Вот слышу эту музыку Я ему пишу Слава На эти стихи Наверняка уже есть песня А он мне пишет Нет Я знаю автора И Ну вот поэтому получилось То что получилось Поэтому спасибо Славе тоже АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я может быть не хотел бы сказать Ну ладно скажу Спасибо ему еще за одну вещь В начале декабря 2016 года Он Мне звонит Говорит Ты знаешь Ну тебя нафиг Говорит Не надо лететь тебе с ансамблем Александрова Их и так много Я говорю Нет Надо Он Ну вот ты понимаешь Никто не хочет туда лететь на Новый год Я говорю Ах никто не хочет Тогда я полечу В Сирию я полетел 2 января 25 утром декабря Мне начали звонить И интересоваться Был ли я в том самолете Который летел туда У нас на родине метель А здесь погода на заказ И многозвездный наш отель Апартаменты экстра-класс Удобства снаружи Бывало и хуже Другом практически курорт Здесь пальмы чудной красоты А море просто натюрмуард Мы видим только с высоты Мы эти красоты В процессе работы Мы трудимся в заморской дали Где звучит намаз И многие совсем не ждали Здесь увидеть нас Другие времена настали Мы пришли И дали Мастер-класс Мы делаем здесь то В целе Словно гвозди По самому Прямому Назначению Здесь каждый вылет боевой От напряжения кипиш Кабина словно дом родной Вот только жаль В ней не поспишь А хочется очень Особенно на ночи Которые месяц не до сна И не уйдешь На бюллетень По распорядку Здесь война Что день Что ночь Рабочий день Здесь Все на пределе Назначены цели Мы в нужный час И в нужном месте Выпадем с небес И сразу станут Цифры 200 Духи всего крест Прицельный марки Тонкий крестик Миг на них поставит Жирный крест Мы делаем здесь То, чему учились Все годы На занятиях И учениях Пуржуи были против Но случилось Мы в деле По прямому Назначению Нам в этом небе Нет Этикета Сюда не отдыхать Пришли не в гости Мы днем и ночью Бомбы и ракеты Вколачиваем в цели Словно гвозди По самому Прямому Назначению И вероятные друзья Нам скажут просто Very good Летать по ногу Им нельзя У них нормированный труд Бедным Несладко Жить По распорядку К смертям уже не привыкать С годами стали мы грубей Два раза нам не умирать Но не привыкнуть Хоть убей нам жить В половину Их выстрелу В спину Минует нас по воле фарта Смерть и холодок Года спустя Полетной карты Выцвивший листок Напомнит нам Доболе ярко Ближний Ченон Далекий Столя Восток Мы делаем здесь То Чему Обучились Все годы На занятиях И учениях Буржуи Были против Внос Очкилась Мы в теле По прямому Назначению Нам в этом небе Нет Этикета Сюда Не отдыхать Пришли Не в гости Мы днем И ночью Бомбы И ракеты Вкалачиваем В цели Словно Гвости По самому Прямому Назначению По самому Прямому Назначению По самому Прямому Назначению Спасибо У меня сегодня просто проблема некоторая с горлом Она не сегодня она в общем случилась немножко раньше Я пытался как бы себя привести в чувство Ну уже не обессудьте как получается Вот по предыдущей песне я летал пару месяцев назад туда вот на юг в очередной раз как я говорю поставил себе галочку я дал тринадцатый концерт мое любимое число уж извините кому оно не нравится тринадцать концертов я там в Сирии дал и очень рад и думаю еще больше дам а потом мы работали уже от той программы где я работаю на НТВ программа смотр мы работали в Кореновске 55-й отдельный вертолетный полк прославленный вот и знаете вот с именем Рифата ну те кто знают это ну Рифагать Махмутович Хабибуллин это ну мы все называли Рифатом это и там и там вот с этим все связано когда вот случилась эта вся вот ну эта трагедия и подвиг одновременно он мне позвонил где-то за две недели наверное до того как вот все это случилось он говорит ну я знаю что ты все прилечишь там все споем к сожалению когда я прилетел его уже не было и вот я сейчас прилетаю там вот Химимиме вот этот городок который ну вот эти кинбы стоят ну кинбы эти это блоки модули скажем так и вот уже крайний год там повесили таблички улицы улица допустим Олега Пешкова и в общем ну тех героев которые там погибли и в том числе улица Рифагати Хабибулина а потом вот приезжаем в Кореновск а там тоже вот монумент один школа имени Хабибулина и больше всего цепануло знаете что что командир я его все равно так называю он по-прежнему летает в своем родном полку мы выходим на стоянку стоит Ми-8 АМДШ а на борту написано на рифагате Хабибулина вот то есть его вот этот любимый вертолет который он всегда любил хотя он летал много ночев вот сегодня он там в небе Краснодарского края и не только Хабибулина я вернулся весь набитый до отказа я принес их всех на базу всех и сразу хоть мне трудно на высотах взял я всех живых трехсотых три двухсотых их принял под завязком в окровавленных повязках дальше сказка что движок не захлебнулся что я чудом увернулся я вернулся знать судьба моя такая тридцать лет в горах летаю я устал наверно это моя осень не участвую в парадах что мне думать о наградах на пределенной износе я ми-8 я вернулся кто кто вскомандовал мне воля нахватал я пуль довольно ох как больно справа блистер мне разбили провока хоть и не убили сцепили капитан капитан что в левой чашке матерился было тяжко мы в рубашках с ним наверное родились потому что не разбились возвратились знать судьба моя такая тридцать лет в горах летаю я устал наверное это моя осень для меня запчасти ищут жалко будет если спишут я ведь старый на износе я ми-8 я вернулся а в салоне наследили пятна бурые застыли шлангом смыли где-то в полночь я проснулся капитан ко мне вернулся затянулся к борту мне ладонь прижал он и ладонь его дрожала так устала говорил что все в порядке гладил мне рукой заплатки и заплакал вот судьба моя какая 30 лет в горах летаю я устал наверно это моя озень хоть тяжелая работа все равно летать охота пусть по войнам меня носит я ми-8 я мивуюсь мивуюсь спасибо спасибо великий вертолет легендарный ну наверное многие знают я все время я разные истории рассказываю но вот как-то к этой песне привязана если можно так сказать моя любимая история в свое время в свое время наш ми-8 единственная из вертолетов вот такого класса их было два выполнили посадку на южном полюсе доставили туда директора ФСБ в то время Патрушева это была очень интересная история они вылетали с южной конечности южной Америки и я очень горжусь дружбой с Николаем Федоровичем Гавриловым есть такой замечательный человек генерал-лейтенант более 10 лет командующий авиацией ФСБ герой России он в общем-то руководил этим всем процессом и рассказывал когда они пролетели этот пролив Дрейка на самом пределе ну кто хорошо учился в школе помнит эти рябучие эти широты южные мысборные и так далее и вот Николай Федорович рассказывал когда прилетели они уже на станцию то и завтра вот лететь на южный полюс а все вот такие в том числе и он сам ну на взводе потому что действительно очень тяжело и на пределе и по топливу и по ветру и всякие эти все нюансы ну он мне рассказывает я говорит понимаю что нужно спать чтобы завтра утром нормально слететь но мы все вот такие и понимаю что никто не уснет я говорит своим генеральским решением достаю ящик водки и даю приказ каждому летчику значит выпить по бутылке чтобы нормально спали естественно все радостно выпили никто не уснул и вот командир второго борта полковник не буду называть его фамилию он значит в кают-компании сидел они все естественно в гражданке летели а с ними летели представители ведущих мировых средств массовой информации как говорит Николай Федорович мы все понимали что это представители ведущих мировых разведок американская там ЦРУ английская МИ-6 израильский МОСАД и так далее вот и вот они подсаживаются к нашему полковнику и начинают там да мы же знаем что вы ФСБшники да не мы граждане да ладно вот давай шутку говорят но мы понимаем что в каждой шутке есть доля шутки давай соглашайся будешь работать на МИ-6 получать хорошие деньги тут да не ну давай вот будешь работать на МИ-6 и наш говорит я работаю на МИ-8 чтобы вы не думали что я обманываю Николай Федорович Гаврилов генерал-лейтенант герой Российской Федерации он сегодня здесь он скажет что я не обманываю Николай Федорович спасибо большое что пришли я очень рад вас видеть но вспоминая один легендарный вертолет конечно же нельзя не вспомнить другой потому что вот эти две машины они не наверное они стали одним из силуэт этих машин я бы сказал даже наверное стали одним из символов войны в Афганистане Ми-8 и Ми-24 сегодня Ми-24 как говорит один мой друг замечательный Александр Викторович Новоченко говорит это летающая винтовка ну вертолетчики знают о ком я говорю вот их уже мало в строю сегодня в основном меняют Ми-35 понятно Ми-28 но еще есть еще есть но я не говорю про то что у нас в Беларуси про славу 50 полку которым когда-то командовал Виталий Егорьевич Павлов я в прошлом месяце летал с концертом на авиабазу Эрипуне это Ереван там наши авиаторы стоят на Ми-29 и Ми-24 очень меня впечатлило что на борту одного Ми-24 написано эскадрилья имени Ильи Пророка причем это так ну по серьезному там и на Ми-29 имена различных святых но вот эти вертолетчики кстати очень веселые ребята такие они мне сделали подарок я бы сказал мне очень много дарят музыкальных инструментов ну фортепиано не дарили арфы тоже как в том фильме арфы нет возьмите бубен вот но до сих пор самое наверное такое ну губные гармошки там еще что-то я помню на 50-летие мне подарили дутар помните этот фильм будут одни старики арфы нет возьмите бубен а вы дутар что дутар я всегда с ним ну вот это из Узбекистана Ромео вот мне подарили дутар но сейчас вот в Армении мне вертолетчики подарили дутук дутук очень замечательный такой инструмент он кстати мне очень нравится по звуку Борис Борисович Гребенщиков нередко его использует в записях своих песен я вот сейчас вот дома смотрю я уже в интернет влез смотрю там написано надо ему штук получить положить в воду достать посушить и так далее и дальше заниматься этим делом я понимаю что это очень длительный процесс но пока я думаю что я попытаюсь его освоить да но я отвлекся от темы от этой эскадривии имени Игрии пророка и вообще и вообще от этой машины замечательной машины даже как я сказал летающая винтовка лазочки летают над землей низко значит снова непогода будешь в небо здесь полгода значит полтора и я живой натрия умножить за войной буду с нами видно все на глаз если мы летим предельно низко это значит нам до цели близко крайней и последней этот раз Бог решит мы верим Он за нас и конечно верим мы в бою той что никогда не подводила кто-то называет крокодилом птичку про которую пою ласточку пятнистую мою подтвердят нам трассер расчет не ошибся летчик оператор нынче он как в фильме терминатор все что снизу убирает в лед наш привет он тем не нашим шлет скажет кто не страшно в ранье нас пугают снизу пулей дурой отвечая всей номенклатурой птичка разметает воронье а мы втроем под нимбом у нее душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила а позвал же кто-то крокодилом то что выручает нас в бою ласточка пенистая мою за спиной молотит пулемет бортовой наш парень не из робких обложился лентами в коробках пулеметный сам себе расчет бортовому общенаж зачет надпись что опасно у хвоста даже дуракам ее смысл ясен нынче я действительно опасен горный край меня уже достал черту живописные места все года что вместе с ней в строю красотой меня с ума сводила что за дурень кличет крокодилом ту что вместе с нами на краю ласточку пенистую мою там пара папа да па тар папа словно сто разгневанных богов всю на нас обрушили свирепость в небе словно маленькая крепость Мы ведем огонь из всех стволов Нам иначе не сносить голов С нашей птичкой мы не отвернем Не проходят с ней такие штучки Пережно держу ее за ручки Словно в танце дружим мы вдвоем Мы танцуем танго под огнем С той, которой песенку пою С той, что нас от смерти уводила Я убью того, кто крокодилом Обзовет любимую мою Ту, что выручала нас в бою Ту, что вместе с нами на краю Ласточку пить не стою мою Спасибо Знаете, я вот, наверное, практически все песни, когда пою Я вспоминаю или думаю о тех людях, которые с этим связаны Все время кто-то Причем это, ну, помимо моей воли Потому что отвлекаться плохо Я начинаю спиваться, но при этом у меня все равно эти вот лица Они крутятся, крутятся, крутятся Я уже сказал там про Александра Викторовича Новоченко Вот, а почему-то чаще всего я вспоминаю Своего замечательного друга Генерала Константина Анатольевича Шипачева Просто он был первым летчиком в свое время в Афганистане Который, ну, я скажу так грубо, словил стингер И при этом на Ми-24 Умудрился посадить вертолет так Что потом его смогли на месте там починить И он улетел своим ходом Я видел эти фотографии Разговаривал с Константином Анатольевичем Конечно, сейчас он генерал А тогда был старшим лейтенантом Молодым парнем, скажем так Моложе моего сегодня сына Вот, и вот просто подумаешь иногда Вот эти ребята просто Вот, которым совсем немного лет Которые, ну, как наши дети, наверное Там, если они младшие или не старшие Что они прошли Он награжден орденом боевого красного знамени Причем, наверное, даже не за то, что он умудрился остаться в живых Вернее, в том числе и за то Не за то, что он посадил вертолет Они буквально через несколько дней туда приехали На место, где этот вертолет стоял С техниками И начали его собирать там, ну, ремонтировать Чтобы он улетел потом своим ходом Но при этом ситуация развивалась так Что душмены начали потихонечку подбираться К этому делу И вот огонь приближался К машине, к этим людям Которые там быстренько пытались ее восстановить И вот Командир этого борта Летчик Начал корректировать артиллерийский огонь Можете себе представить? Авиаторы вообще очень универсальные люди И, в общем, артиллеристы тоже сработали правильно То есть, в общем-то, повалили этих душманов Кого-то отогнали Вертолет сделали Он улетел Константин Анатолий Щипачев Спасибо, что пришли Спасибо, Константин Анатолий Вы уж извините, что я так подробно Так и было, да Я был молодой старший лейтенант Командир звена Летчик первого класса Я уже сразу говорю Старший лейтенант Летчик первого класса Охренеть Тогда было так Но вот здесь так получилось Что присутствует генерал Сулим Илья Вадимович Который в тот момент Когда Я еще про Игоря Вадимовича скажу Я просто сейчас скажу Что Игорь Вадимович Вот этот генерал Ну, шесть боевых орденов На всякий случай АПЛОДИСМЕНТЫ День сегодня не задался Я чуть было не проспал вчера Вроде не гудели мы вчера Зацепил, разбил будильник От любимой подзатыльник Ну вот и Маша Доброе сутро Здорово видно с позаранку Зря дневник я взял у Ваньки В школе оказалось он в пике И шумит родная Маша Что мальчишка весь папашу Товарищ налетчик Без царя в башке Товарищ налетчик Без царя в башке Полчаса мне до работы Нам до вечера полета Командир навстречу не к добру Что-то там не по уставу И за это он мне вставит Что ж такое нынче по утру Мне в санчасти пульс проверит И давление измерит Доктор скажет Летчик не грусти Указание, постановка Цели, курсы, обстановка Ты меня, бетонка, отпусти Ты меня, бетонка, отпусти В небе так немного людно Здесь спокойно и уютно И никто не пилит, не орет Я бы здесь пожить остался В же селёдном прописался Но уже четвёртый разворот Обороты чуть убавлю Кран-шасси на выпуск ставлю Где тук-тук Не слышу под собой Лампы красным семафором Мне кричат с панели хором Парень, чтить совсем не твой Па-па-па-пам Блин, сегодня явно день не мой Мне с земли дадут пистону Вниз доклад в ответ советы Делай то, не делай это Шеф топовит ласково, держи Танцевать я в небе Ринус, перегрузки в плюсы в минус Знакопеременная Всё как жизнь И совсем не бережливо Самолёт я в хвост и в грибу Воздух с возмущением свистит Ты держи, стальная птица Нам с тобой нельзя убиться Маша, мне такого не простит Маша, мне такого не простит Вниз да мне с земли дадут пистону Хватит, мол, давай к отзону Не дури, пара борт покидать Вот дается ты, слышал, милый Помогай мне, что есть сила Хочется с тобой ещё летать Ты сейчас мне всех дороже Я тебе, наверное, тоже И друг друга надо нам спасти Ванька ждёт меня и Маша А тебя ждёт техник Паша Нам никак нельзя их подвезти Нам никак нельзя их подвезти Прочь фонарь, мы на гликсаде Мы с тобой на брюхо сядем Нам во рту я сам себе устав Ты как трактор пронесёшься В ограждение от гликсаде Борозду на грунте пропахав Снег кругом, а мне так жарко Здрасте, пусть скорая пожарка Доктор снова Кружка, спирт, глоток Чёрт, и командир тут с ними Постолкает всех Обнимет Что-то намекнёт Про орденок Па-па-па-пам Папам-па-пам Пошутил небось Про орденок Начинался день Как кума Но посвистывая к дому Лупаясь Дуя на льехе Ванька мне доложит Бойка Что исправил Кол на тройку В горизонт Выходит Из пике И меня Обнимет Маша Принесёт Борща и кашу Нам твоим По рюмочке Нальёт Как бы кто-то Не старался День сегодня Всё ждался Мы вернулись Я И самолёт Как я сильно Не старался День сегодня Всё ждался Мы вернулись Я И самолёт Мы вернулись Я И самолёт Спасибо Светило ярко Солнышко В зените Убитый грач Обломками маучил Пищал комара Чаяно Спасите А жив Лилётчик Он не сообщал Была надежда Призрачная И шапка До смерти Здесь Как в песне Три шага И наша Винтокрылая Лошадка Несла нас Прямо к чёрту Нарадо А в это время Мальчик на ферраре Носился По Москве И по пути За час Устроив Несколько Афорий Пытался От каишника А мы пытались Лилочка найти Нам вроде как везёт Но так Не шибко Мы видим парашют Заметен бой Нам дробью Барабаны По обшивке Но главное Что парень Наш живой Мы не поём Безумству Храбрых Песню Играть привыкли Марш Антироманс Плечом к плечу С любимой птичкой Вместе Пока мы с ней То есть хотя бы шанс А в это время По Москве В футкаре Направо И налево Всем хамя По тротуару В золотом Ферраре Мальчишка Нёсся Голову Сломя Мы тоже тут несёмся Но дымя Трассеры всё небо Украшают Там снизу Бородатых Прям аншлаг Что делать с нами Боженька решает Мы живы Хоть машина Как дуршлаг Нам лётчик снизу машет Уходите Держись, браток Ещё не кончен бал Нам ярко светит Солнышко в зените Ты Пан Борток Который не пропал А в это время Из феррари Мальчик По телефону Папу Набирал Коричнику Показывал Вверх Пальчик И звёзды снять С погонов Обещал А нас без обещаний Бог спасал Со скоростью Феррари уходили Где-то у нуля Высотомер Мы нашего парнишка Уносили А он ревел на взрыв Хоть офицер Мы слёзы тоже тщательно скрывали А говорят Летают мельчаки Мы пальцы ему долго разжимали Он на них сжимал гранату Без чеки Без чеки Летал Что Игорь Вадимович В 17М3 Это герой России Сильвей Александрович Соколов Немножко по-другому было Ну всегда в песнях по-разному Хотя это всё Всё всякое бывает Действительно Когда вот этого лётчика подняли Он уже был без сознания И буртехник Ми-8 Увидел, что он что-то вжимает руке Разжал А там граната Она выпала Он её успел выбросить Я всегда говорю Жизнь гораздо круче Чем любой роман Или какой-нибудь фильм Я бы просто хотел Те, кто в армейской авиации Служили Ну пристаньте Давайте мы вам поаплодируем Ребята, ну позвольте мне вас так называть Александр Николаевич Вы там не сидите Авиация «Бургвахи» Это всё равно Это вот Выслуженный военный лётчик Александр Николаевич Алишегин Просто Не, ну я-то просто вот Я о многих говорил И буду говорить И так далее Просто Александр Николаевич Для меня Вот Впечатление не о том Что у него на Кавказе Боевых вылетов Чур знает сколько А о том Что в совершенно мирное время На вертолёте Ми-14 Он выполнял Ночные посадки На воду Есть такой вертолёт Ну к сожалению Сегодня их нет Да? У нас на вооружении Нет, нет, нет Да Поляки летают Украина летает Украина У нас нет Ну вот Вот этот человек Вы представляете себе На вертолёте Ночью Сесть на море Ветры с утра Устроили какой-то шумный пир И тучи землю клочьями цепляют Как будто бы замерз, молчит эфир И кажется, что, наверное, уж лучше снег в июле Чем этот ливень молнии и гром В синоптике нас снова обманули Про дороги самых плит, аэродром Озяблен на стоянках самолет Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле привязаны дождем Ждем И жены радость тщательно скрывают Дождя, увидев, слезы на стекле Пускай гремит и молнии сверкают Спокойнее, пока мы на смерле И кажется, что небо цвета хаки Его расчертит молния и зло Грустят аэродромные собаки Укрывшись от ненасти Под крылом Озяблен на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле привязаны дождем Ждем И небо, как компьютер, вдруг зависло Мы на высотке будто под шатром Ударит шар в бильярдный Словно выстрел И где-то канонады фронта Гром напомнит нам о том, как мы летали В свинцовых небесах, в дождях войны Погода нас тревожила едва ли Летали Только ждали тишины Озяблен на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле привязаны дождем Ждем Озяблен на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле привязаны дождем Ждем Спасибо Спасибо Завтра буду петь на одном мероприятии От этого связано вот С моим замечательным другом Героем России Николаем Федоровичем Гавриловым Я вот рассказывал о некоторых событиях К сожалению Я могу сказать о генерале только то Что он на Би-8 летал неоднократно на Северный полюс И вот о чем я говорил на Южный полюс Все остальные всякие события Из его служебной деятельности В авиации ФСБ К сожалению не рассказать Мы иногда беседуем Я говорю Николай Федорович Блин Вот бы снять кино Вот бы написать книгу Я думаю даже наши внуки и правнуки Не узнают то что делал он И его подчиненные Я к чему начал эту историю Завтра просто у них 25-летие выпуска Из школы летчика-воспытателя Так бывает что человек Который командует целым родом авиацией Еще и летчик-испытатель Николай Федорович Вы уже извините что я так подробно У них завтра 25-летие выпуска из Швей Имени Громова Я знаю что я эту песню завтра буду петь Я немножко запутался С чего начинается песня Про ручку воспитателей Правильно В небесный обитель Мы приводим их как в сад Детей знают Для них мы как родители Куда уж ближе и родни Мы словно воспитатели Они попуты школьный класс Они же как испытатели Испытывают нас И в небесах распахнутых Перемещаясь вверх и вниз Играем с ними в шахматы Где жизнь как будто главный приз И каждый раз как первый раз И не бывает здесь ничьих Они испытывают нас А мы испытываем их Мы в небе летать и работать и хочем В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце и в тучах Романтики мало А зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат У царства за небом мы точно откажем Летая на всем что летает И даже на том что летать пойти не может Болтают обыватели Что мы живем как в масле сыр Считают сколько тратили Считают что много весь мир Мол жизнь полна романтики Благовольны то дача нам И деньги словно фантики Швыряем мы по сторонам Не объясните вы таким Что не измерить кошелек Когда останется родным На память шлема и орденок И в новостях лишь пара хвост Таких холодных и скупых Они испытывают нас А мы испытываем их Мы в небе летать и работать и хочем В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце и в тучах Романтики мало А зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат У царства за небом мы точно откажем Летая на всем, что летает И даже на том, что летать по идее не может По краю наставлений ходим Вот еще тот край найти Чтоб не было сомнений Вас ли ты мог сказать лети Любимому ребенку, что за годы научил ты жить И в лебеде утекать Коб смог, как в сказке, превратить А после дети новые, которые сильней и умней Старктивые, рисковые и нету вновь для нас Родни И снова непослушный класс перед уроками И они не могут быть А мы испытываем их Мы в небе летать и работать и хочем В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце и в тучах Романтики мало А зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат У царства за небом мы точно откажем Летая на всем, что летает и даже На том, что летать пойти не может Во небе летать и работать и хочет В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце и в тучах Романтики мало Зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат У царства за небом мы точно откажем Летая на всем, что летает и даже На том, что летать пойти не может Летая на всем, что летает пойти не может Николай Федорович, вы уж меня извините Опять все приходит к вам Следующая песня просто Я всегда говорю, дай бы Бог, чтобы наша авиация Работала только по мирным задачам Следующая песня, она про вертолет Который очень много боевых задач выполняет И выполнял Он навсегда остался в картинках В фотографиях Когда случилась авария на Чернобыльской АЭС Именно эти вертолеты, наверное, выполнили Одну из главных задач Сглушили реактор 4-го энергоблока А я к чему просто, опять же, про своего друга Героя России, Николая Федоровича Гаврилова Потому что он на этом вертолете В Петропавловске-Камчатском На Кафедральный собор водружал купол И вот все время говорит Вот бы только такие задачи выполнили Ну вот про этот вертолет песню Помню тот солдатик на погрузке Обозвал коровой Вот пижон Все шутил Внутри, мол, как в кутоске Что я даже не вооружен Но не до него Когда нон-стопом Кружат мои восемь лопастей А под ними сердце Где голопом Скачут двадцать тысяч лошадей Это мчатся по небу Голопом Двадцать тысяч легких лошадей Я ношу в себе живое село Как в часник автобус Я набит Где меня уж только не носило Блистер помутнел и бог болит Но когда без дела я кукую Грустно свесиво восемь лопастей Весь табун скучает И тоскуют Двадцать тысяч летных лошадей Рвутся в небо на земле Тоскоя Двадцать тысяч летных лошадей Странное меня Пахал как трактор И в режимах чрезвычайных жил Засыпал взбесившийся реактор И пожары сотнями тушил Штатовский чинук В горах однажды Ввысь подняли восемь лопастей А если что поднимут Боинг даже Двадцать тысяч летных лошадей Если надо и не то Покажут Двадцать тысяч летных лошадей В небе с экипажем Дни или ночи На работе Никогда грустить В левой чашке Пилотяга летчик Мы с ним вместе Нас не разделить И окружность В небесах сияет Что рисуют Восемь лопастей Как в упряжке Мой пилот сжимает Двадцать тысяч летных лошадей Нежно держит ручки Погоняет Двадцать тысяч летных лошадей А того бойца Я встретил снова Я его запомнил Как летел То, что про меня сказал Корова Вот пацан Повоевать хотел Пуля дура Догнала Скосила Слава богу, жив Меня узнал А когда ко мне На борт Вносили Божью коровкой Обозвал Прошептал Спасибо На носилках И коровкой божьей Назвал Божья коровка Палетина Неопа Там твои детки Кошу конфетки Спасибо Ну, мне что-то подумалось Действительно Вот и армейская Да вообще авиация Те, кто Ну, что-то перевозит Транспортные Транспортно-боевые Вертолеты Транспортные самолеты Это, наверное, в первую очередь Не просто перевозка грузов А шанс для тех, кто Должен жить Ну, я много этого видел, наверное Ну, гораздо меньше, чем Те люди, которые сидят у нас здесь в зале Вот, но тем не менее Тут мне вспоминается Достаточно совсем недавно Просто Ну, вот мы живем И не совсем знаем О том, что происходит даже у нас в стране Какие-то, ну, совершаются Ну, даже пусть не подвиги Идет работа Боевая работа Там и Кавказе Еще в каких-то местах Мы работали с телевизионной группой В Моздоке Опять же, вот Александр Николаевич Альшебин, он помнит Мы там вместе Там, вот, дожили Мандарины ели Да, мандарины ели А потом мы с оператором Улетели в Грозный В Чечню И должны были уже улетать На Ан-72 Потом, ну, изменили задание Этому борту Мы полетели В Минеральные воды Забрали там Трех-трехсотых Как говорится И вот Вот эта картина Когда доктора суетятся В хорошем смысле слова Над этими ребятами Во время полета Они лежат там под капельницами Там Кто-то вообще С аппаратом искусственной вентиляции Лехих И они говорят Вот этого мы можем не довезти В итоге мы его довезли Мы, потому что Мы все там вместе сидели Вот Песня была написана Не после этого А раньше Почему-то вот Она была написана Именно после полета на Ан-72 Когда-то Когда этот рейс был санитарным Маршруты пишем в небе Над землей Посадки словно знаки препинаний Устали от внеплановых заданий Здоровый сон Неизбыточной мечтой Кто бы нам скомандовал Отбой Домой не успеваю Позвоню Скажу жене, что снова улетаем На север И когда назад не знаем А сам на юг С ребятами махну У нас сегодня чартер На войну Солдатики поднимутся Нормально Лишь бы кто-то не раскис Да у нас заход Всегда здесь Как написан Их уведут А привезут других В обратный путь Мы снова санитарим Мы с доктором Кому-то шанс подарим Дай бог, чтобы этот путь Не стал для них Дорогой На береги благих Солдатиков на борт К нам занесут Для них теперь Так много на гону Кому-то не судьба И не спасут Бой, брокер, чертов, чартер На войну Луна таблетки В блистере висит Идем ночной глиссадой К дому вместе И привода огней Как будто крестик Который нас спасет И сохранит Господь нас Все спасает И хранит А дома ждет она Моя любовь Что тем не скажет Где вас буря носит И что за пятна на комбизе Спросит Пусть бог простит Но я собру ей вновь Скажу, что это кофе А не кровь Спасибо Спасибо Следующая песня Которая Которая Была развернута Даже не в Советском Союзе Несмотря на то Что вертолет был советский Кстати Нужно разбираться В вертолетном спорте Видите Как я уже тут У вас из задачи Но по минимуму Это уже Это я максимум Объясняю По минимуму Я думаю Что большинство Здесь это все Знает Этот минимум Нужно было бы Хотя бы посмотреть Один из Самых замечательных Фильмов Георгия Данелия Робинзоны Нынче в моде Лопастями хороводят И жужжат Что миру Самых ног Ну а я такой курнос Сверху горб Внизу колеса Прям конек Из сказки Горбунок Я родился Где-то в Польше Но в душе Советский Больше На работе Долгие Года И для тех Кто не порвался В облака На мне собрался Школьной партой Стал я Навсегда И пускай Я безоружен Все равно Я в небе Нужен Даже если Воевать Не осуждено Работякой Безотказным Я летал И над Кавказом Ну а летчик Был Товарищ Мимино Комарчупа Геонасвали Мимино Даже если ветер Туча Все равно Мне будет скучно В талочку Были Тетисточки По прямой маршрутам Мало Я люблю Фристайлы С лалом С лалом Это точно Про медва Я еще С ведром Летаю В нем Воды полно До края Но не Польют Тех Кто Внизу Это Славная Примета Повезет Вам значит Где-то Может я Куда-то Подвезу И пускай Я безоружен Все равно Я в небе нужен Я стараюсь Хоть мне Часто Нелегко От работы Не косили Даже По небу Носили Мы Корову На подвеске Сволико Комарчупа Геонасвали Волико Небо Бросить Не сумею Все Летаю Хоть старею Ты сейчас За мной Летных Смен Под винтом Сердечко Бьется Тарахтит Но не сдается Не пристало Ныть Ведь я Аж Спортсмен Ну а Те Кто Помоложе Те Конечно же Дороже Все Влестят Как Медный Котелок Ну а Я Такой Курносый Сверху Горб Внизу Колеса Как Конек И сказ Горбунок Мне пеняли Безоружен Что Такой Я Нафиг Нужен И на цепь Меня сажали Как в кино Но Руками И винтами Цепь Рвали И взлетали Мы Сбегали В небо С другом Мимино Гамарчупаги Назвали Мимино Чита Гврида Чита Маргарита Мимино Али Али Сбегали Али Что Мимино И Гав Али В небо Мимино Девушкин Али Али Я думаю Николич Соб tall Соб О чем речь? Ну и остальные, примерно, по крайней мере, те, кто смотрели этот фильм, тоже. Ну, эта песня была про исключительно мирную машину. Следующая песня про машину исключительно боевую. Есть люди здесь, в зале, которые летали на этом аппарате. Опять же, Игорь Владимирович Сулин, у которого шесть боевых орденов. Владимир Семенович Чуденовский. Есть? Я не вижу. А, вон, я вижу, да. Заслуженный военный летчик России. Спасибо, что пришли. Воздух августом расплавлен. Обратились точечек векства. Под завистку я заправлен. И подвешены все средства. Или аптит сирена. Воет. А в усиле капониры. Пахнет в воздухе войною. А все, значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Нынче, вензима, до ночи. День тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен Под военные задачи. Кольверхэк большие лица Не нашли для мира повод. Не смогли договориться. Значит, я последний топот. Я теперь последний топот. И со мною наравне Эти двое штаба мне Время, чем на всех часах. Только стрелкам не решить Сколько нам летать и жить Наши судьбы на весах. Где там небеса? Нам трое адреналина Добавляет неизвестность Не жалея керосина Я облизываю местность Где-то рядом неприятеля Мне сейчас не до каприза Включим главный выключатель Мы всех выключим, кто снизу Выключаем тех, кто снизу На последний днем огромном Огрызается поверхность Контингент И там не промах Повышает нашу смирность И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро Я как будто сильно навален Кашель, жар, температура Кашель, жар, температура И отчаянно втроем Через небо напролом Как на рваных парусах Но это вверх, то снова вниз Доконув всего лишь жизнь Наши судьбы на весах Где-то в небесах Живой оба не убиты Хоть по мне глупили точно И о этом тетя Рита Чтоб на воздух вышли срочно Эти двое, как на меня Велика цена задержки Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки Не хватаются задержки Как хочу я в эскадрилью Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меняю стреловидность Возвращаемся из боя Пусть мы еле волочемся Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернемся Обязательно вернемся Мы вернемся Вернемся На войне, как на войне Даже если ты в огне Надо верить в чудеса Чтоб не было, держись И тогда не смерть, а жизнь Перевесит на весах Перевесит на весах Где-то в небесах Где-то в небесах Небеса Перевесит на весах Перевесит на весах Перевесит на весах Перевесит на весах Спасибо, дорогие Amtrak